Девушки отдыхают «А зачем тебе доски?» – спросила Мифи. «Из этих деревянных досок я могу сделать много разных вещей, Мифи. Давай я тебе покажу». Борис повел Мифи к себе домой показать, что он сделал из таких деревянных досок. «Я сделал этот стол из таких досок. Я сделал эту скамейку из таких досок. И я даже сделал эти стены из таких планок. Я могу сделать почти всё из этих деревянных досок». Он повел Мифи к своему верстаку. «Иди, смотри. Я сделаю для тебя что-нибудь особенное. А пока я буду это делать, угадай, что я делаю». Борис положил две доски рядышком на верстак. «Это будет столик?» – спросила Мифи. «Нет», – сказал Борис. «Это будет не столик». «Потом по краям он положил ещё две доски». «Поняла», – сказала Мифи. «Когда ты это перевернёшь, это будет скамейка». «Нет», – сказал Борис. «Это будет не скамейка». «Потом он положил по краям ещё две доски». «Я знаю», – воскликнула Мифи. «Когда ты положишь доски сверху, это будет ящик». «Нет», – сказал Борис. «Никакого верха не будет, это будет не ящик». Потом Борис вбил по периметру гвозди, чтобы это всё держалось. Потом взял бревно и отпилил от него четыре кругляшка. Он закрепил четыре деревянных кругляшка по бокам. «Теперь ты видишь, что это будет», – сказал Борис. «Я знаю», – радостно воскликнула Мифи. «Это будет маленькая тележка». «Ты права», – сказал Борис. «Это будет маленькая деревянная тележка. И она почти закончена». Мифи запрыгала от радости, когда увидела, что она уже закончена. «Какая чудесная тележка», – сказала она. «Спасибо тебе, Борис». «Садись в свою новую тележку, Мифи», – сказал Борис. «И я отвезу тебя домой». Мифи осторожно села в тележку и поехала домой с большим комфортом. Мифи, Мифи, отзовись. Мифи, Мифи, отзовись. Ты с друзьями веселись. Снафи, Гранти, Борис, Плут. Хрюшка, Поппи тоже тут. Солнце светло.